Меня Людмила Орехова, живу я в городе Одессе, на берегу Черного моря. Я специалист в области здоровья и омоложения организма, партнер компании НПЦРИ с Золотой Рантье, член элит-клуба, и я рада приветствовать вас на этом вебинаре. Сегодня у нас продолжение, вторая часть потрясающей темы. Учитывая то, что интерес к теме омоложения высок, не всем вчера хватило места на вебинаре. Тот, кто вчера вылетал, прошу прощения за такое сравнение из комнаты, его место тут же занимал кто-то другое. Всего 100 человек смогли увидеть и услышать интересную информацию. Возможно, я думала, что сегодня все-таки нам комнату сделают на большее количество людей, но, к сожалению, видимо, не получилось. Итак, вводная часть окончена. Переходим к делу, ибо время дорого. У Натальи нет звука, у кого еще нет звука? Будьте добры, я вот не вижу здесь ни одного сегодня модератора, кроме себя. Модерировать чат некому. Будьте добры, самые инициативные, пишите, есть звук или нет. Привет. Благодарю Николаю, Ювита, Ирина, отлично. Елена, очень хорошо. Спасибо всем огромное. Скажу, было, конечно, отрадно видеть вчера, да и сегодня утром тоже на вебинаре не только женщин, но и мужчин. Ведь хорошо выглядеть – это не только женская прерогатива. Мы понимаем наших мужчин, что гладкое, если у мужчины гладкое и ухоженное лицо, густые волосы, подтянутая фигура и обменное здоровье – это ли не мечта каждого мужчины? Естественно, кто уже перешагнул за 40-летний рубеж? Мужчины, добро пожаловать в мир красоты и здоровья, без стеснений. Ваши жены будут только этому рады. А тема нашего вебинара сегодня – экспресс омоложение за две недели. И его вторая часть начинается. На первом вебинаре мы с вами остановились на том, как запустить процесс синтеза коллагена. Как вы думаете, такое возможно? Те, кто сталкивался с маленькими уникальными молекулами, которые это сделают, тот скажет, что это невозможно. А тот, кто не сталкивался. Но мы с вами докажем, что это возможно, и это не фантастика, это медицина третьего тысячелетия. Это медицина будущего. Итак, при этом нам всем, конечно, важно помнить, что синтез коллагена – это сложный, многоступенчатый, ферментативный процесс, регулируемый такими витаминами и минералами, как А, сера, омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты, железо, магний, марганец, цинк. При дефиците в организме этих микронутриентов процессы синтеза коллагена в дерме затрудняются, и все усилия по его восстановлению становятся напрасными. Производители коллагеновых линий, как правило, умалчивают еще об одном важном факторе. Известно, что в организме все стремится к равновесию, и все процессы синтеза всегда сопровождаются процессами распада. Это справедливо и в отношении коллагена. Существует механизм регуляции синтеза коллагеновых предшественников. Доказано, что суммарное количество коллагена в коже в течение всей жизни человека постоянно, и при его избытке запускаются механизмы деструкции. Сама природа создала такие механизмы, дабы избежать избыточной коллагонизации. При чрезмерном использовании препаратов с коллагеном, особенно коллагеновых инъекций, мы искусственно создаем ситуацию избыточной коллагенизации. И появление в межклеточном пространстве большого количества предшественников коллагена тормозит уровень взаимодействия с собственным коллагеновым матриксом. И запускает механизмы деструкции. Организм пытается избавиться от излишков коллагена. Процесс торможения синтетических реакций собственного матрикса приводит к образованию дополнительного межмолекулярных шивок, что параллельно с активацией распада ускоряет процесс старения. Это опасно тем, что зачастую механизмы деструкции становятся неуправляемыми. Организм теряет контроль над ними и, учитывая тесную связь клеток кожи со своей соединительной тканью и центральной нервной системой, этот процесс распространяется на ткани других органов. И, как говорят в народе, где тонко, там и рвется. Мы можем спровоцировать обострение артритов, остеохондроза, хронической венозной недостаточности и многое другое. Поэтому с целью поддержания эстетической функции кожи для замедления процесса старения безопаснее и эффективнее предоставить организму все необходимые микронутриенты для поддержания на высоком уровне собственного синтеза коллагена. А мудрый организм больше, чем нужно, не произведет. К тому же, помимо клеток кожи нуждаются и другие органы и системы человеческого организма, на которые крем не нанесешь и инъекцию не сделаешь. А в этом нам с вами помогут пептиды. А что же такое пептиды? Пептиды – это природные или синтезированные соединения, молекулы которых состоят из остатков аминокислот, двух и более, связанных между собой пептидными амидными связями. В живых клетках пептиды синтезируются из аминокислот, либо образуются в ходе распада белков. По своей сути, пептиды – это короткие цепочки белков. Пептиды отличаются от белков размером. Размер пептидов в наших косметических средствах всего 1 нанометр. Эти пептиды с полным правом причислены к наномеру. Пептиды универсальны и имеют строго заданную биологическую активность. Исследования показали, что пептиды в составе косметических средств нетоксичны и безопасны. Они играют важную роль в основных физиологических и биохимических функциях и регулируют все процессы, протекающие в организме. Они дают клеткам вспомнить свое молодое состояние и запускают общие процессы омоложения. В итоге организм вновь вырабатывает оптимальное количество необходимых белков, восстанавливаются функции органов и тканей, как в более молодом возрасте. Какие же функции пептиды выполняют флагена? И предотвращают образование поперечных сшивок, увеличивают упругость кожи, снимают воспаление, стимулируют процессы регенерации, способствуют синтезу гликозамин-гликанов, способствуют восстановлению микроциркуляции крови, повышают естественные механизмы антиоксидантной защиты. Также пептиды активизируют супероксид дисмутазу. Супероксид дисмутаза, вы послушайте сейчас очень внимательно, что это такое, потому что она будет звучать в конце нашей презентации, и вы уже будете понимать, для чего она, в принципе, как бы нужна. Супероксид дисмутаза относится к группе антиоксидантных ферментов. Вместе от постоянно образующихся токсичных кислородных радикалов. Свободные радикалы вызывают всевозможные заболевания нашего организма, в том числе и онкологические. Они провоцируют появление рака, инсульта, инфаркта и способствуют общему преждевременному старению. То нужно знать, что свободные радикалы... ... 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 опасных разновидностей онкологических патологий кожи. Опухоль может возникнуть в любом возрасте, начиная с подросткового. В последнее время отмечается рост заболеваемости меланомой. К сожалению, это очень опасное злокачественное заболевание, которое с трудом поддается лечению и регулярно уносит жизни людей. Пациенты, у которых меланома диагностируется в запущенной форме, обычно не проживают и года. Но у нас с вами есть лекарства от меланомы, но об этом позже. Кстати, положительные результаты по излечению этого заболевания у нас есть тоже. Так, движемся дальше. Как вы уже знаете, кожа содержит большое количество коллагена в молодости, но с возрастом его выработка начинает снижаться. Теряется упругость, образуются морщины. Пептиды стимулируют синтез белков кожи коллагена и эластина, благодаря чему кожа становится вновь гладкой, упругой, увлажненной, уменьшается глубина морщин и кожа выглядит моложе. Что-то слайд не крутится. А может о современных методах омоложения мы сейчас с вами узнаем. В качестве компонентов косметических средств пептиды обеспечивают выраженное обновление и омоложение кожи, и в настоящее время они считаются лучшими компонентами косметики, не только для борьбы с возрастными изменениями, но и для профилактики старения кожи. Если вы молоды, пептиды позволяют надолго отодвинуть сроки радикальных косметических вмешательств, инъекций ботекса и даже операций. Пластические операции в последнее время стали популярными. И настолько уже, что люди просто забывают, что это серьезное вмешательство в организм, результаты которого далеко не всегда можно предугадать, даже если работал действительно очень опытный, ответственный и дорогой хирург. Кроме того, помните, что только одной пластической операцией ему отделаться не удастся. Внешность с возрастом все равно будет меняться. И даже отличный результат самой первой операции нужно будет подправлять опять и опять. Я не буду утверждать, что пластическая операция – это плохо, это выбор каждого. Но ложась под нож хирурга, нужно помнить, что вы рискуете стать не тем, кем вы себя представляли. А можно ли устранить морщины без хирургического вмешательства и тем самым продлить молодость кожи, да и организма в целом? Ответ, безусловно, да. В последнее время есть большой прогресс, молодость можно продлить, вступив в борьбу со временем, но не хирургическим путем. Средств много, а есть ли эффект? Современные омолаживающие препараты, кремы, процедуры по-разному воздействуют на стареющую кожу. Антивозрастные кремы и сыворотки направлены в основном на ухами, активно связывающими вовремя. Вода, глицерином, гиалуроновой кислотой, а также минеральными маслами, создающими пленку. Эта пленка препятствует испарению влаги, выводу токсинов и продуктов распада. В итоге разбухший слой эпителия маскирует проблемы нарушенных коллагеновых волокон. То есть мы с вами получаем лишь видимый косметический эффект, и потому мы не можем жить без крема. Сейчас даже стали говорить о косметическом старении кожи, когда женщины, активно применяющие средства современного антивозрастного ухода, стареют еще быстрее, чем те, кто предпочитает вообще не ухаживать за кожей или делать это нерегулярно. В принципе, увлажнение кожи – это хорошее дело, но оно не решает проблему старения, а только маскирует его недостатки. Все эти методы в итоге нам не дают молодости кожи. Наиболее эффективны к омоложению кожи кремы, активизирующие синтез нового коллагена. При этом кожа преобразовывается, приобретает все признаки молодой, структура коллагена упорядочивается, сухость устраняется, морщины и заломы исчезают. У нас с вами есть возможность размыть границы возраста и наслаждаться гладкой кожей. Это пептиды. Пептиды – качественно новый уровень в косметологии и мощное оружие против увядания кожи. Результат проведения процедур, направленных на борьбу со старением, подразумевает возвращение кожи структуры, характерной для молодой кожи. Пептидная косметика – одно из самых перспективных направлений антиэйдж-косметологии. Позволяет быстро уменьшать видимые проявления старения кожи. Именно пептиды являются толчком к запуску синтеза белка. И низкая молекулярная масса позволяет пептидам беспрепятственно проникать в поврежденные ткани, в клетках которых пептиды стимулируют выработку необходимого количества активных веществ в нужном биологическом ритме. В зависимости от индивидуальных потребностей организма. И запускают процессы саморегуляции, восстанавливая нормальную функцию поврежденных тканей. У большинства людей слово «нанотехнологии» все еще вызывают ассоциации с далеким и фантастическим будущим, в котором внутри человеческого тела будут ползать крошечные роботы-лекари, но на самом деле эти крошки уже давно среди нас. Вы знаете, что на самом деле удивительно? Удивительно то, что более 30 лет известно о коротких пептидах, а только теперь их назвали новым модным словом – нанотехнологии. Особое строение молекулы пептида позволяет преодолевать эпидермальный барьер и благотворно влияет на глубоко лежащие слои кожи. Активирует производство нового коллагена и способствует процессам регенерации кожи, воздействует на глубокие морщины и исключает раздражение. В антиэйдж-косметике используются самые разные белки, которые при попадании на кожу будут действовать по-разному. В зависимости от своего аминокислотного состава, молекулярной массы, а также косметической формы препарата. Чем ниже молекулярная масса белка, тем эффект лифтинга более выражен. Так как пептиды проникают в самые глубокие слои кожи и запускают синтез белка, тем самым рождаются молодые клетки. И организм сам вырабатывает собственный коллаген, ну и морщины уходят. Главное все делать вовремя. Наш главный враг это время. А если мы не хотим идти вперед, то это сделает наш главный соперник время. Именно старение и одрехление заставляет организм искать новые пути выживания. Старение это механизм, ускоряющий эволюцию. И если у существа нет врагов, старение просто становится бессмысленным. Давайте с вами разберемся с процессами старения кожи в разных возрастных группах. Сразу оговорюсь, что все данные, которые вы сейчас увидите, услышите, они, эти данные усредненные признаки и неприменимы лично каждому человеку. Понимаете, да? В этот перечень включены только женщины, так как старение их кожи начинается примерно на 10 лет раньше, чем у мужчин. Однако старение кожи у мужчин происходит более интенсивно. У некоторых людей первые признаки старения кожи начинаются уже с 20-летнего. Известны как внутренние процессы старения. Внешние воздействия, такие как ультрафиолетовое излучение и курение, также влияют на кожу не лучшим образом. Сегодня мы о 20-летних говорить не будем, а поговорим о более старшем возрасте. Вот перед вами слайд старения кожи в возрасте от 25 до 30 лет. В этот период кожа лица выглядит еще гладкой и упругой. Однако начинают проявляться первые возрастные изменения. Именно в возрасте после 25 лет на лице появляются мелкие мимические морщины. Как правило, это морщины в уголках рта и глаз, горизонтальные линии над лбом, так называемая линия смеха. У некоторых людей уже замедляется в этом возрасте деление клеток. Эпидермис становится тоньше и, следовательно, начинает терять свою эластичность. Самое время начинать предупреждающий уход за кожей. Главное не упускать возможность сгладить первые мимические морщины. В период до 30 лет коже необходимы специальные витамины и питательные вещества, которые способствуют образованию эластичных и коллагеновых волокон. В таком возрасте кожа еще сохраняет возможность восстанавливаться быстро, да, но уже нуждается в более тщательной защите. И ваша задача – помочь коже лица освободиться от свободных радикалов, которые являются основной причиной преждевременного старения. Нет слайда, непонятно, почему он перескакивает. Значит, так, еще как бы хотелось бы вам показать. Вот перескакивает. Ладно, я расскажу сейчас о старении кожи от 30 до 40 лет. В таком возрасте мелкие поверхностные морщины начинают углубляться и становятся значительно заметнее. Перескакивает с одного слайда на другой. Между глазами на лбу может образовываться так называемая глобулярная линия вследствие частых изменений выражения нашего лица. Даже начальные носогубные складки с возрастом могут все более углубляться. Начинают формироваться гусиные лапки у глаз. Это тонкие линии, которые возникают у глаз многих людей. И есть первыми видимыми признаками старения. Также после 30 лет на коже лица довольно часто появляются пигментные пятна. Темные круги под глазами. В таком возрасте становятся темные круги уже обыденностью, чем исключением из правил. И борьбу с морщинами необходимо начинать как раз с момента их появления. И не ждать, пока они углубятся. Также очень важно не пользоваться средствами против морщин заранее, еще до явных признаков появления старения. Вот вы сейчас видите перед собой слайд старения кожи в возрасте от 40 до 50 лет. В этот период начинают активно проявляться морщины. Они заполняют места вокруг глаз, на лбу, у носа. Щеки начинают потихоньку, понемногу обвисать. Кожа становится суше. Появляется намек на второй подбородок. Шея также теряет свою упругость. И к 50 годам, как правило, заметно прорисает. В этом возрасте активно меняется строение кожи. Она становится более плотной и жесткой. Однако данный процесс касается не всего лица в целом. Под глазами кожа совсем истончается. В результате чего и появляются темные круги под глазами. Так как начинают сильно просматриваться кровеносные сосуды. И начиная с 40 лет, ускоряется деградация межклеточного материала. Таким образом, начиная с определенного возраста, чтобы поддерживать баланс межклеточного материала в коже, следует способствовать и его синтезу, и пытаться противостоять его деградации. Когда межклеточный материал подвергается вредоносному воздействию ультрафиолетового облучения, свободных радикалов метаболизма, глюкозы, дыма или других отрицательных факторов, структура материала деформируется. И появляется вялость и тусклость кожи. Морщины и другие признаки старения кожи. Возникают морщины также из-за потерь много воды в влажной коже лица. Наступление мионопаузы также оставляют следы на лице женщины. Из-за снижения в организме женщины гормона эстрогена кожа становится более тонкой, более чувствительной, углубляются морщины. И в возрасте после 40 каждой женской коже просто необходимы косметические средства, поддерживающие эластичность и упругость кожи. И зачастую именно этот фактор помогает замедлить процесс старения, так как увядание кожи в основном спровоцировано ослаблением тканей дермы. Далее старение кожи 50-60 лет. Ну, начавшийся процесс натяжения кожи не прекращается. В глубинных слоях кожи клетки становятся более плоскими, что также становится причиной ее провисания и истончения. Уменьшается содержание влаги в коже, кожа становится сухой и тонкой, сдвигается уровень PH в щелочную сторону, кожа плохо насыщается кислородом и питательными веществами. Появление пигментных пятен – это следствие накопления в коже пигмента меланина в одном месте. Становится все более выразительнее. И уход за стареющей кожей должен быть особо интенсивным и системным. У некоторых женщин в этот период начинается только менопауза, и кожа опять начинает кардинально видоизменяться, так как в этом возрасте организм женщины активно теряет полезные вещества и витамины и природные жизненные силы. Костные структуры постепенно начинают становиться значительно рельефнее. Под глазами появляются мешки, у подбородка и вокруг челюстей кожа становится более дряблой. И визуально нос становится длиннее и немного опускается. И после 50 лет, кроме морщин, на коже появляются складки. И возраст от 50 до 60 лет – это достаточно ответственный и важный период в жизни каждой женщины. Все еще хочется выглядеть достойно, но годы берут свое. В этот период косметологи рекомендуют пользоваться косметическими средствами, созданными на основе гормонов. К гормонам есть привыкание. И однажды, попробовав гормональную косметику, вы становитесь от нее зависимы. Я вам покажу сегодня путь к пептидной косметике, от которой нет зависимости, привыкание и от слова сочетания синдрома отмены. Я думаю, что многие знают из вас. Если вы прекратите пользоваться гормональной косметикой, ваше лицо приобретет вид сморщенного яблока. А если вы перестанете пользоваться пептидной косметикой, то ваше лицо будет просто физиологически стареть. И не более того. Возраст после 60. После 60 лет в основном происходит изменение внешних контуров лица. Кости начинают истончаться, в результате чего череп уменьшается.